Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Сибила, и в сегодняшнем ролике мы с вами посмотрим на свежий бенчмарк для даунтрейла, который вот вышел буквально час назад. Я это все дело уже потестировал, посмотрел, потрогал, как это все работает, по крайней мере, на моей системе. И скажу так вкратце, с небольшим спойлером, работает все отлично, хорошо, каких-то проблем я не заметил. Бенчмарк же качается с официального сайта, ссылку, если что, я в описании обязательно приложу. Переходите, это все дело качайте, весит порядка там 3,5 гигабайт, что немного, сможете все это дело посмотреть, как это все будет работать на вашей системе. Кстати, друзья, не забывайте в комментариях писать, какая у вас система и сколько очков вы примерно набрали. Ну и плюс, возможно, еще есть ли вариант, запускаете оверлай с FPS и также прикладываете, какой вы получили FPS плюс-минус. Я, к сожалению, когда записывал бенчмарк, у вас будет два варианта бенчмарка. Слева будет с максимальными настройками при QHD разрешении, потому что у меня монитор такой. И справа у вас будет стандартная настройка графики, которая сейчас является максимальной графикой в Final Fantasy XIV. Чтобы вы понимали примерно, как графика будет между двумя этими пресетами отличаться. И, к сожалению, когда все это я дело записывал, оверлей производительности я специально вывел, чтобы так же это дело все записывалось. Но почему-то какого-то хрена, при том, что запись рабочего стола через ShadowPlay велась, к сожалению, почему-то FPS не записался. Поэтому, ребята, я это все дело записывал порядка полутора часов в разных прогонах из DLSS и без него, и с различными настройками графики. И, в конце концов, я решил, что ладно, уже не буду ничего перезаписывать, просто плюс-минус по очкам будете ориентироваться. Скажу вкратце, что FPS в прямой системе более чем достаточно. Примерно плюс-минус в среднем около 100-150 при максимальных настройках графики. И на стандартных настройках для ПК там просто улетает за 200-300 FPS. По сути, как и сейчас мы все это дело получаем. Насчет DLSS такая история, что здесь он выглядит и работает, если честно, очень плохо. Очень часто иногда картинка вдалеке прям пикселит очень сильно. Поэтому использовать, опять же, в бенчмарке, смотрите, можете потестить, как оно будет работать. Но, да, оно бустит FPS, то есть в среднем, если у меня было порядка 120-150 FPS, с включением DLSS у меня стало где-то FPS 200-220. Опять же, стоит ли это делать при таком количестве FPS, смотрите сами. Если система, конечно, будет прям вывозить в 50-60 кадров, то все-таки стоит подрубить, чтобы получить более плавную картинку, я считаю. Также не забывайте, что по умолчанию в бенчмарке почему-то включен AMD FSR. Возможно, при релизе эту функцию можно будет отключать, потому что бенчмарк со слов Яшиды еще что пока не до конца прямо вылизан. Финальная версия сборки игры будет более стабильно работать и настройки по графике можно будет настраивать также более расширенно. Также в бенчмарке, когда вы его запустите, вы сможете найти специальную вкладочку, где вы можете перенести настройки своего персонажа, которому вы сейчас играете в Final Fantasy XIV и посмотреть, как примерно в редакторе полноценном персонажа выглядит ваш нынешний персонаж. Я вот полностью перенес свою сибилочку, к сожалению, моей прически стандартной, которой я обожаю, ее здесь нет. Я плюс-минус посмотрел, что подойдет максимально к моему лицу и эту прическу, понятное дело, применил. Выглядит неплохо, по детализации действительно все стало лучше, я посмотрел, как это дело выглядит при разных настройках освещения. Благо это сделать можно, выбрав справа внизу тип локации, где вы находитесь. Это стандартный загрузочный экран, это новое грядание, это лимса ламинца, локации вблиз у льды и, конечно же, ваш любимый стандартный гостиничный номер. И в каждой из этих локаций выглядит все действительно по-разному и качество мне понравилось, как выглядит моя микота. Как другие персонажи выглядят, ребята, я не смотрел, поэтому вы сами сможете все дело посмотреть. Но прочитав уже Дискорд, ребята там прям активно это все дело тестируют. Многие жалуются, что губы у многих персонажей, в особенности у вьерочек, стали как будто накачаны жестким силиконом. То есть Ешиды сделал прям хорошую пластическую операцию. Поэтому, возможно, потом на форумах, опять же, разработчики это все дело почитают, что-то поправят, что-то внесут, какие-то корректировки. Будем на это надеяться. В целом, лично меня устроила, как выглядит моя микота. Она действительно стала более детализированной. И каких-то прям кардинальных изменений, что я вот ее не узнаю, как таковых лично для меня нет. А на этом, ребята, я буду с вами прощаться. Дальше вы сможете посмотреть, как у меня работает бенчмарк. При, опять же, повторюсь, максимальных настройках графики и при стандартных для ПК. Все это записывалось при разрешении 1440p. Конфигурацию моего железа вы сможете найти, если что, в описании на всяк пожарной. И от нее плюс-минус отталкиваться. Какой фепис, возможно, получите и вы на своих железяках. Be smile and happy, my friends. И увидимся с вами на просторах большой и прекрасной Эрзи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Продолжение следует...